Ваша теория в рамках какого названия имеет место? В рамках общей теории относительности, которую Эйнштейн предложил? Или, как Фок выражается, в рамках теории тяготения? Это обобщение. Она не моя, конечно. Вы можете с помощью ваших потенциалов объяснить дополнительное смещение, переделие, меркурия? Ну, естественно, что если коэффициент при потенциале будет малым, то мы получим все то, что было и раньше, насколько я думаю. Для практических таких применений вы из уравнения поля получили уравнение движения частиц или нет пока? Вот я говорю, что если мы потенциал, коэффициент перед потенциалом устремим к нулю, то мы получим просто две эквивалентные общие теории относительности. Будем говорить, что вот существует наш мир и еще какой-то призрачный мир, в котором тоже есть даже теория. Он же должен с наблюдениями увязываться. Откуда теория относительности взялась? Из-за того, что в рамках Ньютоновской теории не могли объяснить смещение переделия Меркурия и внутренних планет. Ну, вот Эйнштейн, значит, он придумал другую метрику, которая реализуется в криволинейной системе координат, и все увязывается. А как вот ваши потенциалы, они увязываются? Естественно, что в рамках этой теории можно получить гораздо больше решений, чем можно получить в теории Эйнштейна. Но я, честно говоря, по своим личным склонностям этим не занимаюсь. Я обычно решаю какие-то задачи математической физики, а не феноменологические. Вопрос был, видимо, в том, что описывает ли вообще какое-то наблюдение. И мы достигли абсолютно много, да?